Приветствую вас, Анна. Надо сказать, что несколько странно, на мой взгляд, выглядит факт вашего обращения к нам, к психологам, с учетом того, что психологи вам, как вы говорите, не помогают. То есть, ну, если вам психологи не помогают, как вы говорите, то, нет, довольно странно, на мой взгляд, обращаться к нам же за, собственно говоря, помощью. Вот. То есть, это, мне кажется, как минимум, странно. Потому что, какой помощи в таком случае вы ждете от нас, какой помощи вы ждете от психологов в таком случае. Вот. То есть, я вот этот момент, честно говоря, не очень понимаю, да? Второе. Вы говорите, что у вас депрессия, что у вас такое вот состояние депрессивное, да? Вот. Возможно, что у вас действительно депрессия. Возможно. Возможно. Если у вас действительно депрессия, если у вас действительно депрессивное такое состояние, то помощь психолога вам действительно не нужна. Вам нужна помощь врача, психиатра, либо клинического психолога, да? Вот. То есть, тут вам, вы правы, здесь психолог вам не поможет. Потому что, в случае, если у вас такое достаточно острое состояние, то необходимо медикаментозное воздействие, скажем так, да? Да? И уже последующая психотерапия-терапия. Вот. Дальше, значит, я думаю, что это из-за двух проблем. А, нет. Две проблемы, которые вы описываете, вот, те самые две проблемы, которые вы описываете, они не являются следствием, точнее, они являются следствием как раз основной проблемы, лежащей в основе вашего депрессивного состояния. Дальше, это глобальное подавление себя. То, что мне вот видится, это глобальное подавление своих чувств, глобальное подавление своих желаний, глобальное обесценивание себя. И в результате возникает депрессивное состояние. Вот. Которое вы, в том числе, пытаетесь компенсировать встречи с мужчинами, вот, потребности в любви, и желанием удержать своих подруг рядом с тобой и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, конечно, ничего особо не получается. Ну, из этого. Потому что внутреннее обесценивание, если оно имеет место быть, вот, оно происходит изнутри, оно происходит по причине внутреннего, такого вот, восприятия себя, и оно никак не может быть связано с чем-то внешним. Так что, не нужно, я думаю, вам пытаться самостоятельно найти проблемы, в которых у вас эта история. Дальше. Дальше. Вы пишите, что мне психолог не помогает. Вот. Очень интересно было бы узнать, что это значит, что вам психолог не помогает. Вы уже работали с кем-то из коллег. Например. А если работали, то как, как вы работали? Если вы работали, то что вы делали? Если вам не помогло, то почему вы не выберете другого психолога? Мало ли, может быть, вам просто, ну, просто специалист не подошел. Такое, в принципе, бывает достаточно часто такое происходит. То есть, вот, что вы вкладываете в вот это, ну, вот это понятие, да? Вот это понятие, что мне не помогает психолог. Дальше. Так. Вкратце, у меня есть панический здравый мужчин, фиг, даже просто прохозник или транспорт, для тех, кто на меня просто посмотрит или договорил, а хотел и встретить мужчину любимого. Ну, смотрите, ну, страх перед мужчинами здесь это невозможность, на мой взгляд, да, это невозможность себя защитить в первую очередь. это невозможность, это невозможность невозможность увидеть, невозможность прочувствовать, скажем так, свои личные границы. вот. То есть, вы боитесь незащищенности со стороны своей, со своей собственной стороны. Вы боитесь незащищенности, вот. И, соответственно, поэтому у вас есть страх. Связано это, в том числе, конечно, и с вашей историей детско-родительских отношений, когда не складывались отношения с папой. вот. Безусловно, это как-то вот повлияло на ваше восприятие себя, в том числе. И на восприятие мужчин, тоже. И здесь очень важно восстанавливать то, что так или иначе было уничтожено взаимодействием с отцом. То есть, восстанавливать, это значит, корректировать, это значит, выправлять, это значит, приводить в то состояние, в какое вы хотите, чтобы это было. Следующий момент. Почему вы хотите встретить любимого мужчину? то есть, условно говоря, с чем связано такое ваше, ваше желание? Почему вам хочется встретить любимого мужчину? Зачем? Какое желание именно ваше стоит в основе данной истории? В основе данной потребности? какое? Еще у меня дикая ревность с подругом, обиды на них, когда они выбирают общение с другим, не со мной. Ну, ревность проискает из неуверенности в себе, из-за страха одиночества, из-за обесценивания, опять же, себя самой. Вот. И, на мой взгляд, это то, с чем вам нужно работать. На мой взгляд, это то, с чем вам нужно работать. То есть, над корректированием восприятия себя, над корректированием своей, значит, ну, самооценки. Вот. Это очень важная история на самом деле. и, эм, критика, для вас она категорически важна. Вот. Потому что, проблема ваша, она проистекает именно из-за того, что, вот, вы себя обесцениваете. Да, не только обесцениваете, но и, сравниваете себя еще. Еще. Тоже. сравниваете себя с, эм, эм, ну, вот, с другими людьми. Да. Эм, и, эм, возможно даже, возможно даже, эм, воспринимаете, эм, человеческие отношения, как некую, такую, борьбу, некую такую, некое такое сражение, эм, за, эм, там, эм, ну, за право быть, там, за право, за право существовать, эм, вот, и так далее. то есть, я это, эм, здесь, сейчас, эм, наверняка, не утверждаю, но, просто говорю о том, что у ревности, у ревности всегда, э, э, свои, а, причины, конечно же, вот, у ревности всегда есть свои причины, и, э, с этими причинами, очень важно работать, вот, не, не оставлять, их, а, так сказать, на волю, волю судьбы. А, дальше, я уже сама не своя, родные не узнают, обещают, я срываюсь на них, а это чего вы срываете, срываете себя, просто ненавижу, ненавижу, ну, вот видите, да, то есть, это, здесь, э, имеет место быть, тотальное не принятие себя, вот, не принятие себя, вы себя не принимаете, вот, а, это решается, это, это, корректируется, но это, определенный, это, скажем так, эм, это, определенный, по, ну, определенный, по длительности, процесс, скажем, скажем так, вот, и, если вы хотите, э, действительно этот вопрос решить, вам нужно настроиться на, э, индивидуальную работу с, психологом, которая, за, один раз, э, вполне вероятно, вам не пом, ну, не лечит все ваши проблемы, да, вы говорите, вы говорите, типа, подскажите мне, пожалуйста, что-то, чтобы отпустило, нет, э, нет какого-то универсального рецепта, который можно было бы вам, подсказать, и вот, э, сделав это сразу, э, все, ваша проблема сразу бы решилась, э, нет, такого нет, рецепта, необходимо пронабатывать ваши детско-родительские отношения, которые, вероятно, являются основой, почему вы себя так ощущаете, почему вы себя так чувствуете, и, э, вообще, почему вам, э, так плохо, сейчас, сейчас, да, вот, и, вот, только тогда, вы сможете адекватно воспринимать, э, э, и себя, и других людей, вот, вы совершенно не, э, совершенно не опираетесь на себя, вы, опираетесь на других людей, вы, отчаянно, активно, можно сказать, э, и, 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 ищите, опору, вот, наступит мне оперец, как бы, понимаете, вот, а опираться на себя, а люди вам не позволяют опираться на них, и, из-за этого у вас постоянно тревога, паника, и так далее, вот, не менее важным моментом, кстати, является, то, а, почему вы боитесь? Почему вы боитесь? Ну, то есть, э, вот вы говорите, что, панически боитесь мужчин, да, э, вот, и вопрос заключается, а, почему вы боитесь, ну, вот, панически боитесь мужчин, почему, что, э, что такого страшного они могут вам сделать? Это, здесь имеет место быть бег от боли, бег от болезненности такой, да, то есть вы не хотите испытывать боль, по-видимому, 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 вот, а боль, как непрадекционно звучит, это основание для личного роста, вашего, любого человека, вот, то есть необходимо не бежать от боли, а наоборот идти на встречу и набираться опыта, и именно так вы сможете, лично, лично с нами развиваться, а пока вы этого не делаете, вы по сути застываете, вот, на одном месте, застываете в одном каком-то пространстве, и ничего хорошего из этого, к сожалению, не получается. Вот так вот, Анна. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго. OK, и удачи. Продолжение следует...